Наш небольшой, но очень уютный город всегда славился богатством своих зеленых насаждений. Сколько здесь деревьев, сколько прекрасных цветов, которые цветут с ранней весны до самой поздней осени. Особое значение у нас придается городским паркам, что стали излюбленными местами отдыха для славянцев и гостей города. Если вам хочется отдохнуть, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, то ноги сами несут вас в один из парков города, где созданы все условия для славянцев. Молодежный парк – один из самых юных, он был недавно торжественно открыт. Однако это не мешает ему быть популярным местом для подрастающего поколения. Здесь проводятся разнообразные молодежные мероприятия, а можно просто прийти сюда, почитать книгу или пообщаться с друзьями. Очень нравится приходить сюда, потому что здесь стало как-то более комфортно, уютно. Везде растет зелень, красиво стало. И родители молодых горожан уже смогли по достоинству оценить все плюсы парка, где есть отличные условия для проведения молодежных мероприятий. Ева у меня девочка, 14 лет. Мы вот приходили, как раз справляли ей день рождения, и здесь шел фильм. И мы очень порадовались, что есть куда прийти с молодыми, отдохнуть, никто не курит, не пьет. Слава Богу, что есть такие места, и желаем, чтобы в нашем городе еще больше было для молодежи, и город процветал. В парке с символичным названием «Аллея любви» молодожены проводят первые минуты счастливой семейной жизни, фотографируясь на фоне деревьев и арт-объектов. Облюбовали этот парк и молодые парочки, которые только задумываются о создании семьи. Очень много здесь мам с детьми. Очень уютно здесь, очень красиво. Самое интересное то, что белочки появились, вот, плиточки, то, что можно хорошо проехать на велосипеде, на коляске, вот, с нашими друзьями. Все очень нравится. Спасибо большое. Желательно побольше таких парков. Парк развивается. Недавно здесь появился вольер с белками и замечательный бронзовый сверчок. Белочки, которые крутятся в колесе и стремительно бегают по веткам в вольере, обожаемы детворой. Нравится им и современная детская площадка невдалеке. Пока дети играют, взрослые отдыхают около фонтана. Парк-отель «Уют» – еще одно место притяжения для славянцев и гостей города. Тут живописное озеро, по которому плавают утки. Рядом бьют фонтаны, есть удобные скамейки и качели. Здесь есть все для хорошего отдыха. Спасибо нашему городу за то, что они предоставили такую возможность, сделали этот парк чистым. Наконец-то поставили скамейки, где с детками можно покататься, можно пройтись, голубей покормить, посидеть. Деткам очень нравится. Ну, нравится все. Вообще у нас маленький городок, очень даже приятно. Тихий, да вообще обалденный. Можно хорошо жить и отдыхать. Конечно, конечно. Я вообще влюбилась в этот город. Да, вот тетушка, она приезжая с Ростова, приехала к нам жить. И вообще она только увидела, сказала, все, я здесь буду жить. И в завершение нашего репортажа небольшой рассказ о парке прибрежного поселения, который пережил свое второе рождение благодаря проведенной реконструкции. Здесь появились дорожки с твердым покрытием, по которым с удовольствием бегают и ездят на велосипедах местные жители. Для любителей активного образа жизни оборудована тренажерная зона. Есть удобные скамейки и красивый фонтан, около которого приятно отдохнуть. Парк стал любимым местом для поклонников физкультуры и спорта, которые нередко приходят сюда целыми семьями. С детьми отдыхаем, ну очень нравится, чистый, свежий воздух вечером. Так что вполне хороший парк. Мы здесь первый раз, нам здесь очень понравилось, мы в восторге. И здесь даже не только кто в сад-гиганте живет, как бы сейчас гуляет, и вообще со всех окраинов городов приезжает. Мы вообще как бы с кубрисой сюда приезжаем теперь. Будем приезжать почаще. А что вам нравится? Ну, особенно, конечно, тренажеры нам понравились. И ребенку, и мужу, и мне так же. В парке постепенно темнело, но его дорожки не спешили пустеть. Зажглись красивые фонари, освещая славянцев, наслаждающихся вечерней прохладой. А Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».